С выбором профессии я определилась еще в шестом классе. Это работы в охранительных органах. После восьмого класса я поступила в Черниговский юридический техникум. После окончания учебы меня комиссия по распределению направила на работу в областное управление внутренних дел Одесского облсполкома. И в 2005 году свою работу я связала со взрывотехнической службой. У меня муж бывший сотрудник милиции. Он тоже работал в этой системе. И когда я определилась с выбором этой профессии, то понятно, что были какие-то, может быть, сомнения, но никаких разногласий не было. Мне нравилась эта профессия. Мне было интересно. Я, может быть, не так, как, допустим, все девочки, больше интересовалась техникой. Мне это было по душе. Ну и здесь, получается, я реализовала свои знания и возможности, в некоторой степени, может быть, даже и любопытства. Данный робот дает возможности дистанционно обследовать подозрительный предмет. У него здесь находится специальная лапа, с помощью которой можно этот предмет передвигать. Можно этот предмет, допустим, если он находится в кульке, доставать из коробки, из кулька. По прибытию на место происшествия уже начинается командная работа. Здесь оценивается обстановка, оценивается уровень опасности, оценивается территория осмотра. И каждый сотрудник знает и четко выполняет задачу, поставленную в старшие группы. Немысли даже не было, чтобы я могла поменять работу. Изначально она, да, действительно нравилась и нравится до сих пор. Да, она опасная, да, она непредвиденная. Но кто-то должен этим заниматься. Но и если у меня уже есть и опыт, и знания, то почему я не могу их передать своим новым сотрудникам? Одесса встретила меня тепло. Потому что, во-первых, это был и август месяц. И коллектив, в который я попала, я начала свою работу из Живневого райотдела милиции. Был теплый и доброжелательный. И тогда люди старались передать свой опыт и передать свои знания. Сегодня меня уже с Одессой связывает очень много. Здесь я встретила мужа, я обзавелась семьей, у меня ребенок. Некоторые даже уголки Одессы, они уже стали мне родными.